Наверное нет такого человека, который бы не слышал о такой легендарной игре как Марио. В моем детстве это была одна из самых популярных игр. В школе все о ней говорили и делились советами как проходить разные уровни. Давайте вместе сделаем вот такую крутую поделку фокус своими руками из спичечных коробков. Для начала нам понадобится два спичечных коробка. Их мы обклеим полоской зеленой бумаги. Только по одной стороне. Будьте осторожны, спички не игрушка. Я думаю все это без меня уже знают. Поэтому спички выкидываем и оставляем только пустые коробки. По центру коробка делаем отметку карандашом. И проделываем сквозное отверстие. С двух сторон. Во втором коробке проделываем то же самое. Теперь нам понадобится небольшой отрезок рыболовной лески. Если лески нет, тогда можно воспользоваться ниткой. Один конец лески продеваем в отверстие в коробке. С обратной стороны завязываем узелок. На узелок наносим немного термоклея. Когда термоклей немного остынет, нужно его прижать каким-нибудь предметом. Чтобы каплю термоклея сделать плоской. Отрезаем леску с запасом и также продеваем насквозь в отверстие. Обратите внимание, оба узла должны быть с лицевой части коробков. Чтобы правильно отрезать леску, нужно внутреннюю часть одного коробка вставить до конца. Во втором коробке только до середины, то есть до отверстия. При этом расстояние между коробками будет в один-два пальца. Теперь завязываем узелок и снова приклеиваем термоклеем. Не забывая прижать клей, чтобы он был плоский. Контур лица Марио я срисовал заранее карандашом. Теперь обрисуем его черным линером. Размер должен быть не больше внутренней части коробка. Чтобы он идеально подходил, как на видео. Теперь приступаем к раскрашиванию Марио. Я воспользовался цветными маркерами. И таким же способом рисуем Луиджи из игры Супер Марио. Наша поделка из коробков должна получиться очень яркой. Делается она легко. Если будут трудности и вопросы, пиши в комментариях. Мы обязательно тебе поможем. Когда мы нарисовали Марио и Луиджи, нужно их вырезать, но сверху оставить вот такие детали. Теперь любым клеем приклеиваем наверх к внутренней части коробка. Начнем с Луиджи. Придерживаем, чтобы схватился клей. И так же приклеиваем Марио во второй коробок. Внутреннюю часть засовываем в коробки, как у меня. Теперь возьмем зеленую плотную бумагу и вырежем ровно по контуру коробка. Но сверху оставим два выступа. Получится деталь, напоминающая трубу из игры в Марио. Для того, чтобы придать ей объем, раскрашиваем краю темным зеленым цветом. А в центре оставляем светлый. Теперь на лицевую часть коробка приклеиваем раскрашенный труб. Наша поделка почти готова. Как видите, с обратной стороны должна быть леска. Сверху вставляем внутреннюю часть коробка. В одну трубу отправляем Марио, вставляя его до конца. А во вторую отправляем Луиджи. Но только до половины. Как на видео. Все готово, проверяем. Обратите внимание, что коробок, который закрыт, нужно придерживать рукой. Приступаем к игре Супер Марио. Весь фокус заключается в том, что зритель не понимает, каким образом открывается второй коробок. Вот такая замечательная поделка из спичечных коробков у нас получилась. А с вами был Андрей на канале Поделки и Самоделки. До следующего видео, друзья. Пока!